Деревья падали любые. Они и с корнями многие вырывали, и березы, которые свежие, не особо старые. Все деревья падали. Сильный ветер был. Коммунальные службы сегодня весь день устраняют последствия урагана, который налетел на Балаково накануне. Порывом ветра снесло несколько остановочных павильонов, и работники Балавтодора с помощью спецтехники возвращают их на место. Кроме этого, пострадали и дорожные знаки, и светофорные объекты. На некоторых оживленных и сложных перекрестках до сих пор идут восстановительные работы. Специалисты подключают светофоры. Все идет в авральном режиме, так как сами вчера видели, что произошло. Много было завалов деревьев и порванных линий. На данный момент здесь у нас сейчас кабель питания порванный. То есть сейчас устраняем порыв здесь. На данный момент у нас сейчас не работает 5 светофорных объектов по городу из 37. То есть если после вчерашнего шквального ветра у нас всего работало 7, то вы сами понимаете, что сейчас у нас 5. Ну, не везде мы можем сами сейчас все это сделать. Все зависит еще от горсетей, которые восстанавливают свои линии. Потому что мы питание берем от них. И так что, допустим, в Сарабском шоссе 30 лет победы. Там будем ждать, когда они восстановят свои лэпы. После этого будем только делать там свое подключение. Многие светофоры не работают из-за того, что упавшими ветками были повреждены линии электропередач. Их также сегодня восстанавливают мастера. Продолжать работу свой участок магистрального освещения. Они у нас сегодня ночью работали до 3 часов утра, который больше всех не пострадал в нашем городе. Работают три бригады по одной бригаде в каждом районе города. 12 человек личного состава, 13 техники. Работа будет продолжаться опять где-то до поздней ночи. Большой объем работы составляет уборка поваленных деревьев. Падали не только сухие ветки или части старых насаждений, но и вполне здоровые. Ураган вырывал их вместе с корнями. Особое внимание уделяется объектам социальной сферы. По периметру детских садов и школ деревья падали прямо на заборы. А в детском саду номер 39 огромный тополь упал прямо на здание и повредил кровлю. Сегодня у нас работает 10 из них техники по погрузке, 3 погрузчика, 20 человек дорожных рабочих, 2 бригады по распиловке. Вчера также работало у нас 4 бригады по вывозу, ветки, которые упали на дороги. Сегодня убираются ветки, которые остались на придорожной территории. В администрации Балаковского района принимают звонки от жителей с сообщениями о поваленных деревьях. Сообщить об этом можно по номеру единой дежурной диспетчерской службы 39 0014. Сюда же стекается полная информация от всех служб, которую потом доводят до руководства Балаковского района. В результате сильного ветра, который достигал 30 метров в секунду, произошли нештатные ситуации. В частности, было снесено две высоковольтные опоры 110 кВт, повреждено более 20 линий электропередач. Без электричества остались у нас 8 микрорайонов города, это закональные центральные части города. Повреждены множество троллейбусных линий, повалено более 70 деревьев. Координация действий необходима для того, чтобы не вышли из строя системы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Так, из-за прекращения электроснабжения жители Балакова могли бы остаться без воды. Однако, в кратчайшие сроки был найден выход из ситуации. На это были направлены усилия как специалистов водоканала, так и энергетиков. Перенаправлялись мощности энергетические с одной подстанции на другую. В результате население города сейчас у нас с водой, и водоотведение также производится в полном объёме. Ураган, который длился около получаса, нанёс большой урон городу. Из-за пожара на несанкционированной свалке отходов Лузги жители до сих пор задыхаются от дыма. Возгорание, по предварительным данным, произошло из-за оборванного провода, который упал в шелуху. Затем огонь перекинулся на свалку покрышек. Пожарные несколько часов пытались справиться с огнём, но он порывами ветра разносился по территории. Вообще ветер сносил всё на своём пути. Обошлось без жертв, однако медслужбе пришлось оказывать помощь четверым пострадавшим. Двоим упали на головы ветки, ещё двое получили ранения осколками стёкол, которые разбились порывом. А вот с имуществом ситуация оказалась гораздо хуже. Десятки автомобилей, кровли зданий, заборы и многое другое придётся восстанавливать. На нашу стоянку обрушилась крыша рядом стоящего строящегося здания. Работники этого здания не позаботились, чтобы крышу закрепить как следует. И вследствие этого она практически вся поднялась, улетела по воздуху и долетела до нас, упала. Улетела, мы уже очень многое убрали, потому что там вот всё было в завале в этой металлопрофиле, где-то лежал, где-то. Очень страшно было, что всё там будило, летало. Коммунальные службы для устранения последствий урагана вывели дополнительные бригады, чтобы как можно быстрее расчистить город. Но, судя по объёмам работы, потрудиться им придётся ещё не один день.